итак итак мы продолжаем продолжаем двигаться изучать благодарность по системе равша ломаруша сад благодарности то есть это раввин я прямо с божьей помощью когда мы книжку будем уже заканчивать нам еще осталось смотрите нам осталось треть допустим две трети мы прошли нам осталось 3 где-то будет 100 уроков я думаю и я вот к нему приеду потом с этой книжкой и покажу ему с божьей помощью скажу смотрите мы прошли вашу книгу все изучили все прямо разобрались все поняли и все применили и прямо чудеса чудеса я думаю что будет очень рад значит как раз сегодня в сегодняшнем уроке это глава 8 мы дошли уже до 8 главы мы узнаем мы узнаем восьмой главе как появилась его система то есть в чем она заключается это очень интересно что он сам прямо вот здесь рассказал как она возникла и в чем заключается вот уникальность его подхода теперь глава восьмая начинает он с того что как он на последователи раби нахмана из бреслова есть такой раби нахман из греслова велите раввин который который похоронен в умане похоронен в умане вот как раз к нему на рошашина ездит 40 тысяч человек а встречает рошашина вместе его захоронения потому что он сказал что тот кто будет там на рошашина то он ему поможет и вытащит его из ада он говорит потому что ионца раби нахман он сделал например его было ну вот вот эта система да как у него была очень тяжелая жизнь то есть раввин ахмана была дико тяжелая жизнь не умерли дети маленькие у него умерла первая жена у него умерла ночью у него все вокруг и его умирали он сам мучился то есть он был такая святая душа и он в этом мире очень было плохо но он создал вот эту вот свою систему именно радости благодарности выхода из кризиса то есть ему плохо было и он прямо очень создал систему которая людей поднимало его ближайший ученик возвали раби на там раби на там и он записывал все учение раби нахмана то есть люди которые умеют рассказывать да вот их как бы осеняет а есть люди которые умеют объяснять я например умею и умею объяснять и раби на там был систематизатор и учитель и он передал всю систему Раби Нахмана, передал дальше, написал все книжки, там все он структурировал. И Рав Шаламаруш, он Бреслов стихосит, он как раз последователь Раби Нахмана. И вот он здесь пишет, что мой учитель, Раби Натан, значит, объясняет такую вещь. Почему Тора была дана народу Израиля в пустыне, там где змеи, скорпионы, суховей? Разве нельзя было подождать, пока они зайдут в землю Израиля? И тогда Всевышний мог бы дать Тору в Иерусалиме, как написано, потому что из Циона выйдет Тора, и два Рашем Слова Бога из Иерусалима. Это пророк Ишиагу так сказал. Почему же в пустыне Бог им дал? И объясняет Раби Натан, что есть специально здесь есть такое нам как бы правило, духовное правило. Перед любым получением Торы нужно пройти этап пустыни. Когда весь еврественный народ, прежде чем получить Тору, должен был пройти по пустыне, мыторство, испытания, также каждый отдельный человек должен пройти подобие пустыни, то есть пережить всевозможные лишения, прежде чем принять собственную Тору. Так он нам объясняет. И когда мы утром говорим благословения, вот каждое утро по религиозные евреи, когда просыпаются, первые слова, это «Мода Ани Лефанеха» «Благодарен я перед тобой». Это как, ну, обязанность. Потом идут утренние благословения. И там есть благословения, повелевшие омывать руки, благословения, что исцеляющие, в общем-то исцеляющие, это когда мы после туалета, что вот открыты все у меня, там органы работают, все. Есть там такое благословение на изучение Торы. И там мы говорим благословение для Всевышнего, который не говорим «даровал Тору», а «дарующий Тору» в настоящем времени. И он дальше нам объясняет. И в «Шма» мы тоже говорим «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня». То есть он нам говорит такую вещь, что значит еще одну вещь он приводит тоже из Торы, что корона Торы лежит и кто захочет взять, пусть возьмет. То есть он говорит такую вещь. Что такое Тора? Тора – это божественный свет, это то знание, которым был построен мир. Ведь смотрите, бывает хаос. Правильно? Бывает хаос. Что такое хаос? Хаос – это случайно бессистемное движение частиц, которое невозможно предсказать. Это хаос. То есть хаос – это полный беспредел, полная беззакония, полная безсмыслица. То есть хаос – это отсутствие всяческой системы. Теперь Всевышний, он упорядочил мироздание. Весь этот мир – это не хаос. То есть весь этот мир – это законы, причинно-следственные связи, даже вот эти вот все там нейроны, эти атомы, там атомные частицы, какие-то, квартии и так далее, они, оказывается, действуют по каким-то законам. То есть каждый раз, когда ученые заходят на какой-то уровень, что они могут этот уровень увидеть, они видят, что там действуют законы. И я помню, Рав Зильбер писал, что он был учеником, академика Чеботарева, и, по-моему, академик Вавилов выступал в Академии наук, и он выступил и говорит, в советское время, это было там 40-е, 50-е годы, и он говорит, чем глубже нам открывается наука, тем более мы видим величие Всевышнего, который все это упорядочил. То есть мы в каждом элементе мироздания, мы видим невероятную, ну как невероятную структуру, систему, невероятный интеллект, которым это все построено. То есть это не хаос. Ну это любой человек видит, что мы не живем в мире хаоса. Теперь он говорит такую вещь, что Тора, это и есть вот этот вот, вот этот вот интеллектуальный, структурированный процесс, который называется мудрость Всевышнего. То есть мы это называем одним словом мудрость Всевышнего, но Всевышний это любая высшая мудрость, источник всего. И также из Всевышнего идет, идет вот эта вот структура, да, мудрость. Теперь Тора это и есть выражение этой мудрости Всевышнего, только структурированное в те слова, которые мы изучаем. Так, теперь он говорит, что, значит, тот, кто купил книгу, там, пятикнижия, и поставил в шкаф, это не называется принимающий Тору. Тот, кто учит эту книгу, но ничего в ней не понимает, тоже не называется принятие Торы. И даже если он понимает, но не исполняет, тоже не считается принятием Торы. Принятие Торы, это когда человек работает над тем, чтобы понять слова Торы, вместить их в свое сердце и исполнить их. Это называется принятие Торы. И Тора, как и свет, как и энергия, как и любовь, идет от Всевышнего всегда, без остановки. Вопрос, каждый из нас открывается на принятие. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще закрыт, кто-то занят, он тикток смотрит, ему нет до Всевышнего, он принимает ролики 15-ти секундные из тиктока в свою голову, да, кто-то смотрит, я не знаю, там, телевизор, а кто-то ковер. Есть шутка такая, что, что, какие-то люди, они начали употреблять грибы, галлюциноденные, и смотреть ковер. То есть, они грибовно едятся, и сидят, смотрят на ковер. То есть, каждый человек впускает в себя то, что готов пустить, то, на что он открывается, то, что он ищет. И он говорит, Тора, тот, кто ищет Всевышнего, она приходит к каждому, но без работы ничего нельзя достичь. Значит, тот, кто хочет отдыхать или спать и так обрести Тору, ничего не достигнет. Ведь принятие Торы это работа, а главная работа это преодоление препятствий. То есть, его учитель, Раби Натан, он говорит, почему Тора была дана в пустыне, чтобы дать нам метафору, как принимается Тора от Всевышнего. То есть, только через сильное желание и через трудности тебе открывается Всевышний через слова Торы. Дальше он раскрывает эту мысль, что где находится Всевышний, преодолевая трудности, работая и укрепляясь перед лицом проблемы препятствий, ты достигаешь новых открытий в Торе и озарений в служении Всевышнему. Значит, так оно работает, он говорит. Следующая глава называется «Твоя Тора». То есть, когда у человека есть водоворот мыслей, бурлящий в голове человека, у него есть сомнения, путаница, страсти, но он не отчаивается, и он вопрошает Всевышнего, где ты, владыка мира, где ты? Я уверен, что ты тут, но я не вижу тебя. Тогда он удостаивается получить Тору специально для себя, Тору из самого высокого места. И вот он пишет, что в этом смысл получения Тора в пустыне, чтобы нас всему этому научить. Именно вдали от Всевышнего сыны Израилевы искали Бога, и поэтому удостоились получить Тору, как объясняется выше. И эта схема работает и сегодня. Дальше он нам это еще глубже копает, это интересно. вот Игорь Цибульский, он в теме, например, есть люди, которые больше в теме, есть, которые меньше в теме. Значит, Тора, она начинается со слов Берешит, Бара и Лутима, это Шамам, это Арыц. Вначале сотворил Бог небеса и землю. И в Арыце это Товавогу, и земля была Товавогу, это она была в хаосе. Вот был хаос и бездна. То есть, вначале Всевышний сотворил как бы первоматерию, просто энергию, назовем это так, большой взрыв, да, какую-то он сотворил точку, которая, эта точка взорвалась. До этого не было точки, а тут бах, появилась эта точка, и она взорвалась. И дальше в Торе написано, что и сказал Бог, да, и сказал Бог, было 10 речений. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть, на сегодня, как у человека происходит творение его жизни, да, он говорит, что-то хочется, вот он сказал, что-то хочется, то есть, у него есть какая-то внутри энергия, желание, и он такой пытается поймать, что же ему хочется. Он говорит, о, я знаю, мне хочется пива, о, и будет пиво, и он пошел за этим пивом, да, то есть, мы тоже, так как мы созданы по образу и подобию Бога, то мы своими словами сотворяем свою реальность, а Бог сотворил своими словами, назовем это так, это опять же, это условно, потому что слово для человека, это структурированное выражение того, что он хочет, а для Бога его слово, это структурированное выражение, тоже желание Бога, и сказал Бог, да будет свет, и появились то, что энергия, которая потом дает свет, да, потом только на четвертый день появились светила, но опять же, многие скажут, да не, ну как это на день появились светила, правильно вы скажете, абсолютно точно, потому что до этого это дней не было, до светил, какие же дни, были этапы, то есть, ну нам-то Тора передает человеческим языком, чтобы мы поняли, поэтому написано, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, дальше, и сказал Бог, да будет свод внутри воды, опять же, для нас вода, это слово вода, каждый представляет, вот я говорю слово вода, кто что представляет, кто-то представляет речку, кто-то представляет бутылку воды, кто-то, я говорю, вода, кто-то представляет слово. А было, я вспоминаю, когда в институте физкультуры преподаватель сказал одному борцу, там он сдавал экзамен, говорит, напиши формулу воды. Так он подошел, написал на доске, вода через А. В-А-ДА написал. Вот так вот. Это формула воды была, по его мнению. А тот, кто глубже знает формулы воды, он знает, что это H2O. Но что такое H2O, кроме вот этих буквок, знает только химик или физик, или глубоко знает человек, который вообще понимает, что такое молекула водорода. И когда написано в Торе, что сказал Бог, да будет свод внутри воды, то это просто словами, которые были понятны людям. А по факту это как раз касается устройства молекулярного водорода, который с чем-то он разделился, какой-то свод там и так далее, в итоге появилось, что есть водород, а есть кислород. А вода это H2O. И вода, которая во вселенной, в мироздании, она, эти молекулы летают там, и между ними световые годы, а на Земле, а на Земле, значит, эта вода вдруг она соединилась в H2O, и никуда не улетает. Только до облаков долетает, а потом падает на Землю. И включился водоворот воды в природе. То есть, но здесь это выражено словами, и будут своды внутри воды. Это решение. И теперь, значит, но если вы внимательно посмотрите первую главу книги Брейшит, вы увидите, что там есть всего лишь девять раз написано, и сказал Бог. Не десять раз, а девять. А почему мы знаем, что десятью речениями было создано, это не зря. Десять пальцев, десять вот этих вот речений. То есть, десять это некая законченная структура, десять сферот. И все эти цифры, они как бы не случайно. Семь нот, семь цветов. Ну, то есть, все в этом, мы живем в мире, которое является проекцией духовных миров. И все наши вот эти цвета, семь цветов радуги, семь нот, и так далее, это проекции там тех миров, которые наверху, духовных. Так, он, в общем, говорит, что десятое речение, оно и есть, решит бара, в начале Бог сотворил. И когда ты изучаешь Тору, когда ты именно в трудности он пишет, да, зачем он нам все дал как бы вступление. И вот это первое речение, корень всех речений и корень всей Торы, когда в начале Бог сотворил небеса, там написано эт ашамаем, небеса, то есть, всю духовную сферу, это зашифровано в слове небеса, в эт аарец, и всю материальную сферу, это зашифровано в слове земля, причем слово земля эт аарец, это от слова ларуц, хотеть, то есть, здесь он внутри посадил человека, которое отражение Бога, который тоже своими желаниями изменяет миры, и материальные, и духовные, но задача, когда человек своим желанием соединяется со Всевышним, происходит то, ради чего Бог сотворил мир, и мы соединяемся со Всевышним или в просьбе, или в благодарности, и вот тут нам дают путь благодарности, лучше же соединяться в благодарности, чем в просьбе, и он говорит, что вот именно в первом этом речении, в начале Бог сотворил небеса и землю, скрыт корень всего, корень Торы и связь со Всевышним, то есть, есть Всевышний непостижимый, есть его желание, и первое речение, это уже выражение Всевышнего, которое мы можем И вот он говорит, когда ты хочешь соединиться с Богом, когда человек взывает, где ты Бог, где ты Господи, он хочет с ним соединиться, он поднимается к этому первому скрытому речению, вначале Бог сотворил небо и землю, и оттуда он может притянуть Тору. Именно когда трудно и тяжело, когда ты не находишь Всевышнего в этих тяжких падениях, там можно найти Тору. То есть как получается, живет человек, его все устраивает, он, о, тут телевизор, тут то, тут все, тут пятое, тут десятое, жизнь материальная, она засасывает, он в этой бытовухе крутится, крутится, крутится. Теперь, чтобы он от этой бытовухи отвлекся, у него есть два варианта, или он может благодарить Всевышнего и увидеть в этой бытовухе выражение Всевышнего. В каждом моменте он может поблагодарить Всевышнего и увидеть его. Или если он не хочет видеть Всевышнего в бытовухе, тогда Всевышний разрушает ему эту бытовуху, и он кричит, где ты, Всевышний, помоги. То есть теперь, когда сложно, если он начинает кричать, где ты, Всевышний, помоги. Всевышний хочет ему помочь, но тут возникает эффект, который может ему помешать. Это отчаяние от падения и тьмы. То есть человек, к нему приходят неприятности, он вместо того, чтобы увидеть Всевышнего и с ним соединиться, может, наоборот, отчаяться и начать бороться с трудностями, вместо того, чтобы увидеть за трудностями Всевышнего, который его пробуждает. И вот тут он говорит такую вещь, вот тут, чтобы спастись от этого, да, если ты уже попал в яму. То есть идеальный вариант не попасть в яму, это изначально за все благодарить Всевышнего и быть с ним соединенным через добро, любовь, свет, и признавать, что все от Бога, и когда ты в хорошем, ты служишь Всевышнему в радости, потом не приходится ему послать на тебя проблемы. Как написано в Торе, что За то, что ты не служил Богу Всесильному твоему в радости сердца, придут на тебя все страдания и все проклятия, там дальше идут проклятия и страдания. То есть если ты служишь, но без радости в сердце, без благодарности, тогда, опять же, это не служение. То есть тогда это, как ты служишь? Это чисто формальность. То есть нужно с сердцем реально соединиться со Всевышним. И это возможно или через радость, или через страдания. То есть сердце пробуждается только вот в двух этих крайностях. Теперь, если Всевышний шлет человеку страдания, то он, а человек из-за этого падает в еще большую яму, то смысла не было в этих страданиях. Но если человек благодарит Всевышнего, он тогда не падает в яму, и тогда он очень маленькой дозой страданий искупает то, что он раньше не благодарил, когда было хорошо, и Всевышний довольный, дает человеку чудесное спасение, исцеление там и так далее. И он говорит, вот, Тора и Благодарение. Если ты уже попал в яму, и ты из-за этой ямы обратился к Всевышнему, но ты человек, который уже знает про силу благодарности, такой человек не умеет жаловаться, он лишь благодарит. Когда у него что-то не получается, что он говорит? Спасибо большое, что у меня не получилось. Когда он падает, он поет, спасибо большое, Господи, за мое падение. Когда ему трудно, он напевает, благодарю тебя, Господи, за все трудности, благодарю тебя за все сомнения. Когда его одолевают страсти, он восклицает, спасибо тебе, Господи, за одолевающие меня страсти, спасибо, все к лучшему. И все в таком роде. Он продолжает искать Всевышнего и стремится к нему во всех падениях и сомнениях. И это и есть для него подобие пустыни. И он непременно найдет Всевышнего и получит от него Тору. И вот тут Раф Шалумаруш рассказывает свою историю. Моя особая Тора, говорит он. Как-то раз, он говорит, я провел несколько часов в поле. Мне было послано испытание и я благодарил за него Всевышнего. И я благодарил, благодарил. И тогда, я прям читаю, как написано. Творец написал для меня, говорит он, новую Тору. У меня была с собой ручка и листок бумаги. И я записал все, что мне открылось. Еще раз, Тора это учение. Само слово переводится учение. Новая Тора быть не может. Тора одна. Но личная Тора у каждого из нас. То есть вот в этой Торе, которая исходит из Всевышнего каждый день. И которую Моисей получил и зафиксировал в виде пятикнижия. В виде пятикнижия Моисеева. То, что называется Тора. Письменная Тора. Но там есть семьдесят лиц у Торы. Четыре уровня понимания. Есть книги пророков, Танах и так далее. Но каждый, кто стремится к Богу, то у него внутри появляется его собственная Тора, которую он принял от Всевышнего. И он говорит, в этот момент, когда у меня были проблемы, я благодарил за эти проблемы в поле, открылось мне мое личное знание. И теперь он пишет это знание. Вот я прям от его лица прочитаю. Значит, прочитаю. И сегодня как раз мы успеем закончить. Значит, написано так здесь. Когда человек радуется страданиям, любым страданиям, физическим и духовным, когда у него что-то не выходит в служении Всевышнему, когда его одолевают сомнения и страсти, а он радуется, поскольку верит, что в мире нет зла, ведь Всевышний бесконечно благ и преисполнен милосердие. Для этого человека нет никаких обвинений, а все происходит по милосердной воле Всевышнего и направлено к его благу. Тот, у кого нет совершенной веры в предопределение, думает, что ему вынесен некий приговор. Но для человека, верящего, что все милосердно, не существует обвинений и приговоров, ведь для него нет ничего, кроме Всевышнего, а значит, нет никаких обвинений. Таким образом, своей верой он полностью уничтожает меру строгого суда и притягивает великую чудесную помощь, а все лишь благодаря вере, что все к лучшему, и постоянной благодарности Всевышнему. Всевышний ведет человека по вере его. Если человек верит, что зла нет, он увидит, что зла и в самом деле нет. Если человек верит, что нет ничего, кроме Всевышнего, кто возведет на него обвинения? Ведь на самом деле нет ничего, кроме Творца. Значит, понятно, да? Он говорит следующую вещь, что вот, что ему открылось. Если человек попадает в какую-то неприятность, кто его в эту неприятность привел? В эту неприятность его привел он сам. То есть он сам своими действиями, своими мыслями, своей верой, своими убеждениями, своими поступками. Он пришел к этому моменту в жизни, когда ему плохо. Теперь ему сейчас плохо, и в этот момент у него есть два варианта. Или продолжить, думая так же, как он думал. Мне плохо, все из-за них, все из-за тех, все из-за тех. И Всевышний против меня, и все будет плохо, и мне сейчас плохо, и было плохо, и будет плохо. Это первый вариант. И этот вариант его никуда не ведет, кроме к еще большей яме, еще большему плохо. Второй вариант, он говорит, если у человека есть вера, а вера это не рационально, вера это я верю. Он говорит, а я верю, что все к лучшему. Я верю, что Бог все меня любит. Нет ничего, кроме Бога. Нет ничего, кроме добра. И то, что у меня сейчас неприятность, мне Всевышний посылает подарок, чтобы я понял, что нельзя так идти. Что это что-то я сделал не то, что-то как-то я живу не так, что-то я делаю не так. Спасибо Всевышний, спасибо тебе, я принимаю твой урок. Это для меня хорошо, то, что сейчас происходит. Я верю. И он этой верой, он полностью меняет вообще, он как бы выныривает из какой-то грязи, из какого-то болота, где он был. И присоединяется к источнику Торы. Что ему там откроется? В зависимости от каждого из нас открывается что-то свое. У кого-то так, у кого-то здесь, у кого-то там. Мы уже не знаем, это уже Всевышний с человеком, он уже с ним вступил в тот диалог на том уровне, на котором происходят чудеса. Потому что человек в тот момент, когда он вот так меняет свой взгляд на жизнь и на ситуацию, он сам производит личное чудо. Всевышний ему отвечает какими-то своими чудесами, и он присоединяется к моменту творения мироздания. Теперь я как раз так интересно, что я же еще изучаю Мишлей, продолжаю изучать. И сегодня 29 глава. И в 29 главе есть шестой отрывок. Шестой отрывок, который я вот как раз сегодня обратил на него внимание. Так совпало, да? Написано Бепеша Иш Рамокеш. Значит, грехами человека плохого он попадает в ловушку. Вы цадик, ярун, вы самеах. Цадик, праведник, будет петь и радоваться. То есть, получается, смотрите, вот есть человек злодей. В какой момент человек становится злодеем? Нет однозначного точки, где ты злодей. Злодей – это человек, который сделал зло, в нем не раскаивается, хочет и дальше делать зло. В этот момент он зафиксирован как злодей. Теперь, ну если человек раскаялся, он говорит, как я мог, зачем я это сделал? Я дальше буду делать только добро, никогда в жизни больше. Он в этот момент, если он искренне раскаялся, он в этот момент становится цадиком. То есть, разница между праведником и злодеем, она минимальная. Она как раз в секунду меняется. Теперь, тот человек, который своими преступлениями злодей попадает в ловушку. Любая неприятность – это следствие каких-то действий, которые человек делал в прошлом неправильно, которые шли против Всевышнего. И он запетлял, запетлял, запетлял и припетлял, сейчас ему плохо. Теперь, если он в этот момент, он меняется, сам лично меняется, в чем заключается его изменение? Он говорит, спасибо Всевышний, я понял, то есть, я понял, спасибо тебе, я благодарен тебе за то, что ты меня пробудил, вот так вот мордой об стол, потому что до этого все предупреждения я не видел, не замечал, а сейчас, бах, я проснулся, спасибо тебе и за все добро, сколько ты терпел меня, сколько ты мне делал добра, сколько ты мне, я все не замечал, все жаловался, все мне было мало, все мне было плохо, все я не так, все не то, все я считал, что типа важно другое, кроме как соблюдать заповеди. Теперь я понял, спасибо тебе, я тебе за этот урок благодарен, я верю, что все к лучшему, я верю, что ты меня пробудил, и уже вот это добро, и тут Всевышний что-то с каждым из нас включает, что включает, я не знаю, но верю, что включает Всевышний только чудесные спасения, исцеление, помощь, и каждый получит от Всевышнего какой-то сверхсчастливый следующий этап жизни, если пробудется вот с такой силой ко Всевышнему. И сегодня 75-й урок в этой книге, я вот в 30 минут пока постараюсь укладываться, в 25 пока не получается, но будем со следующей недели стремиться к 25 минутам обратно. Минута у меня осталась. Он предлагает сделать детское упражнение для благодарности. Он говорит, подойдите к ребенку, вот прям к ребенку, а если нет ребенка, то посмотрите на себя в зеркало, и сделайте следующее упражнение, дотроньтесь до лба своего и скажите, I am grateful, я благодарен за мой mind, за мой интеллект, который думает хорошие мысли. Это ребенка, но если маленький есть ребенок, то его так можно обучить, как поговор, как такая песенка. Потом дотронься до глаз и скажи, я благодарен за мои глаза, которые видят хорошие вещи. Дотронься до уха, скажи, я благодарен за мои уши, которые слышат хорошие вещи. Дотронься до языка и скажи, я благодарен за мой язык, который говорит хорошие вещи. Пошевели руками. Я благодарен за мои руки, которые делают хорошие вещи. И последнее, я благодарен за мои ноги, которые ведут меня к хорошим вещам. И последнее, я благодарен за все, что может сделать меня благодарным. Это детская такая песенка, которую можно с детьми делать, а можно с собой, потому что мы все большие дети. Если нас в детстве не приучили к благодарности То мы очень много потеряли в жизни Потому что столько было хорошего За что мы не благодарили Всевышнего И теперь у нас есть возможность Сейчас вернуть счастливое детство Благодарить за все что было И за все что есть И Всевышний нам даст такую жизнь Что просто Он же хочет нам давать добро Поэтому нам осталось только с ним соединиться На именно на волне добра Через свою собственную благодарность Все спасибо вам большое что вы пришли Спасибо Всевышнему Сейчас шаббат шалом наступает шаббат сегодня вечером Спасибо Всевышнему за все то хорошее За все те годы мира которые у нас были И за которые мы были недовольны Столько было мирного времени За которое Большая часть людей были недовольны И кричали все им то плохо На демонстрации ходили все Сейчас действительно война Вот это плохо это хуже этого нет Поэтому давайте мы сейчас начнем Он прямо во время войны говорит спасибо И Всевышний поймет что мы уже когда не будет войны Мы уже будем просто прыгать до потолка от радости И кричать каждый день спасибо за каждый мирный день Все и будет у нас чтобы был мир в душе Мир в семье Мир вокруг И чтобы Всевышний восполнил каждому из нас что не хватает Всевышний знает что каждому из нас не хватает И все нам восполнит заслугу благодарности Все спасибо огромное И шаббат шалом Значит поделитесь этим уроком Чем больше будет благодарности Тем больше будет вокруг счастливых людей Счастливо Счастливо